всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников знакомиться с их автобиографии людвиг хохлвейн немецкий художник плакатист пионер стиля сачплакат он обучался и практиковал как архитектор в мюнхене до 1911 года когда переехал у берлин и приключился на дизайн плакатов родился в немецком регионе 27 июля 1874 года в избады в то время германии существовало две школы гибро ухс графе и северная и южная высокие тональные контрасты художника и сеть взаимосвязанных форм сделали его работы мгновенно узнаваем приехал снег из штата в 1920-х годах для ведения коммерческой деятельности большая часть его работа относится 1912-1925 года его стиль обычно состоит из резко очерченных форм ярких цветов изрядной доли юмора и фактурных узоров 1925 году он разработал уже 3000 различных рекламных объявлений во время второй мировой войны был членом нацистской партии и тесно сотрудничал с гиббельсом и министерством пропаганды просвещения как ярых националист о чем свидетельствует его работа на правительство во время обеих мировых войн он призвал других художников присоединиться к усилиям когда гитлер пришел к власти в 1333 году плакаты хольвейна для нацистской германии является наиболее драматичным примерами национал социалистического реализма его работы также участвовали в художных конкурсах на летних олимпийских играх 1932 года и на летних олимпийских играх 1936 историк плаката аллен вайль комментирует что хольвейн был самым плодовитым и блестящим немецким пастеристом 20 века начиная своих первых работ хольвейн нашел свой стиль с приводящей замешательства легкостью он мало менялся в течение следующих 40 лет рисунок был идеальным с самого начала ничто не не казалось ему чуждому и любом случае и что не представлял для него проблемы его фигуры полны цветных штрихов игры света и тени которые выделяют их из общего фона и придают им содержательность умер в возрасте 75 лет 15 сентября 1949 года вот так вкратце из переводной википедии о людвиги хухлевее немецком художнике плакатист пионере стиля сачплака пока пока до свидания смотрим работу